Сегодня вторая техническая лекция, и она же вторая в классической части компьютер-вижена. Сегодня также дедлайн по принятию всех домашних заданий, тех, кто хотел, чтобы мы их проверили, тех, кто хотел бы потом попасть к нам в трейд-программу. Я знаю, что таких у нас более 20 человек. Уже совсем скоро вы узнаете то, как можно было правильно и как нужно было правильно решать первое домашнее задание. Что важного сегодня еще? Да, пожалуй, ничего. Важная информация будет в конце. Паша покажет литературу, которую нужно вам обязательно прочитать к следующему занятию, если вы никогда не сталкивались с Эмелем. Пожалуй, на этом, наверное, все иступление, и мы готовы начинать. Поэтому, Паша, пожалуйста, тебе слово. Так, мой экран видно? Да. Все, всем привет. Я даже... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И что-то другое в данном случае это адаптивный порог с довольно большим размытием. Смысл большого размытия заключается в том, что у нас ядро, которое мы размываем, оно должно быть больше, чем сердечко. Если даже сильно больше, то не страшно. Ну и значение порога подбирается так, чтобы сердечки просто выглядывали над фоном. После этого немного морфологии для того, чтобы почистить. Я не уверен, что здесь она сильно нужна, но задание простое. Далее. Третье задание. Тут все как бы намекает, что если вы посмотрите каналы по отдельности, то вы увидите, что сердечки в одном из каналов. Ну, если я правильно помню, зеленый, да, вот идиничка. Извини, Паш, прерву на секундочку, Даша. Говорят, что не слышно сейчас, звука нет. Хорошо, извините за техническую накладку. Всем привет. Домашнее задание. Домашнее задание. Код можете смотреть здесь, потом будете в записи останавливать. Я его потихоньку разбираю. Первое задание. Все очень просто, бинарный порог, никакой адаптивности не нужно, потому что самый светлый фон всегда светлее, чем, вернее, самый темный фон, всегда светлее, чем самая темная сердечка. Второе задание отличается тем, что у нас теперь уже сердечки неравномерные. Самая светлая сердечка явно светлее, чем самый темный фон. Чем самый светлый фон. Поэтому приходится делать адаптивный порог. маска большая для того, чтобы ну, вернее, ядро для размытия адаптивного порога большое для того, чтобы захватило больше, чем сердечко и сердечко нормально из него выглядывало. Если дело слишком маленькое, то у вас будут получаться контуры сердечек, и потом их нужно будет еще чем-то заливать. В принципе, тоже нормальное решение, но я делал так. Третье задание. Смотрим на каналы. В каждом из каналов свое независимое изображение. В одном из каналов, в зеленом в данном случае, изображение, которое вам нужно. После этого делается порог. Просто бинарного порога достаточно. Ну, здесь использовали OTSU, чтобы разделить их два уровня. В общем, ничего особенного. Четвертое задание. Здесь у нас уже не в обычных каналах, а в каналах, если мы переведем в HSE. То есть, если посмотреть на сердечки, видно, что все сердечки зеленые, а фон весь незеленый. То есть, нету ни одного зеленого, такого же цветового тона. Там по поводу яркости могут быть отличия, по поводу saturation могут быть отличия, но вот цветовой тон есть одинаковый. Значит, переводим в изображение в HSV, и потом в HSV берем канал Hue, который как раз является цветовым тоном. и там есть еще один фокус, чтобы просто порогом там не обойтись. Приходится пользоваться или парочкой порогов, и потом их логическим сочетанием, или воспользоваться функцией OpenSV, есть inRange, которая выдает true, если попадает в какой-то диапазон. То есть, получается, как комбинация двух порогов и какой-то логической операции. Задали пределы, в которых мы видим, что наш полезный сигнал, так сказать. Ну и здесь мне еще нужно было инвертировать. В чате спрашивали, как проще всего инвертировать. Один из способов инвертировать, это вот так. Просто пользуемся функцией NumPy, ну, если это у нас NumPy, то 255 минус, или если у вас максимальное значение единица минус, и вы таким образом инвертируете. Кстати, инвертировать можно еще, если вы хотите получить вот здесь Fresh Binary, можно Fresh Binary Inverted или что-то вроде этого. Посмотрите, есть еще такая опция. Далее. С пятого у нас начинаются шумовые. Здесь все немножко сложнее. И, в общем, если посмотреть, как это лучше всего обрабатывать, то есть есть разные способы. Если мы работаем с шумовыми сигналами, и они из реального мира, то распределены по Гауссу, то, скорее всего, первое, что вам нужно будет сделать, это провести размытие изображения. Но в этих примерах генератор случайных чисел явно был не совсем Гауссовым. У него были какие-то значения максимальные и минимальные, которые он мог занимать. И за счет этого получился у этого задания такой интересный хак, что его можно решить, его надежнее и правильнее решать, начиная с операции дилатации. Если мы эту операцию делаем, у нас получаются довольно хорошо различимые картинки, ну и потом их берем адаптивным порогом. После адаптивного порога еще немножко делаем морфологических операций. тут просто для демонстрации того, что так можно делать, я показал, как можно получить ядро, которое будет не квадратное. То есть обычно мы для всех морфологических операций передаем ядро, и чаще всего типа сделали once three by three или once five by five, и все. А если нам хочется, чтобы оно было чуть-чуть более круглое, или чтобы оно было вот такой формы, мы можем это все делать, просто задавая какие-то из значений ядра нулями. То есть в данном случае я просто углы внулил. Причем я внулил углы для вот этого ядра, а потом еще и для ядра, которая была пять на пять для того, чтобы постобработать после адаптивной пороговой обработки. Шестое. В принципе, то же самое. Опять, здесь лучше всего начинать с дилатацией, потом адаптивный порог и морфология для залечивания. Следующее, седьмое. Тоже очень похоже. Опять адаптивный порог после дилатации и в конце морфологии. Восьмое задание. Опять, очень похоже. Единственное, что тут есть два варианта. Один вариант, который можно сделать с многократным, то есть много раз провести морфологию с closing операцией, то есть три итерации с большим ядром. Это дает чуть-чуть лучше детекцию, но более размывает сердечки. Или можно сделать так, как тут оставлено. Три итерации дилатации, три итерации эрозии потом. Ну и получаем картинку, которая более-менее почищена. Это все так же тот же хак того, что у нас генератор случайных чисел не гауссов. Девятое задание. Не знаю, как на ваших мониторах. На моем видно небольшое мерцание. Очевидно, что тут у нас были просто сердечки нарисованы не сильно отличающимися от фона. Задаем фиксированный порог. Для того, чтобы найти это, можно было бы построить гистограмму, посмотреть, где у нас все находится картинка. Может быть, можно было попробовать отцу. Но я не уверен, на чьи это делали. И вот здесь как раз мне пришлось использовать Thresh, Binary, Inverted. Ну и, наконец, десятое задание. Его можно решать по-разному. Там видно, что сердечки это вертикальные линии или горизонтальные. Ну, в общем, сердечки и фон перпендикулярны друг другу. Ну и самое простое решение. Оно не сохраняет размер картинки, но зато оно лучше всего работает. В общем, я оставил себе такое. Получается, мы берем картинку, берем сдвинутую на единицу картинку и считаем по ней абсолютную разницу. CB2UpsDiv. И в результате получаем как раз то, что надо. Итак, сейчас запускаю все задания. Просто смотрим одно задание. Первое задание. Ответ. Второе задание. Здесь тоже ничего интересного. Ответ. Задание. Теперь показан тот канал, в котором находится изображение. Ответ. Задание. Канал, в котором находится изображение. Видно, что у нас в основном вся картинка светлее, но за счет того, что hue циклический, все-таки у нас есть вот этот участок, который чуть-чуть темнее. И за счет этого пришлось использовать функцию inRange. Это результат. Далее. Шумная картинка. Это после дилатации. Тут видно, что этот хак работает невероятно хорошо. Результат сразу получается довольно чистым. После этого пороговая обработка не вызывает трудностей. Шестое изображение. Видно, что здесь у нас добавлен шум, и он еще немного размыт. То есть мы ничего ухудшили, так сказать, условия работы. Результат вот такой. Здесь тоже дилатация. И, если я правильно помню, пороговая обработка с адаптивным порогом. Седьмое задание. Восьмое задание. Вот здесь промежуточный вариант. Вот здесь видно, как он задыхается. Вот у нас в уголке изображения. Почти не видно сердечек. Девятое без проблем. Десятое тоже без проблем. Вот. Собственно, такое домашнее задание. Большое спасибо за то, что вы его выполняли. Те, кто его выполняли. Вот. Общая идея была так, что нужно было окунуться в каналы, в фильтрацию, просто посмотреть на изображения, посмотреть, что вы можете из них извлечь, поиграться, посмотреть, какие результаты выполнения разных функций. Мы постарались сделать их близкими к реальной жизни в том смысле, что некоторые картинки получить идеально все-таки нельзя. Вот. В реальной жизни еще больше обычно картинок идеально получить нельзя. Вот. Может быть, постараемся в следующий раз сделать что-нибудь. Вот. Теперь переходим к нашей новой лекции. Сегодня она у нас посвящена матчингу, трекингу и всякому такому. И в прошлой лекции у нас было все посвящено разным фичам. Мы их извлекали одними способами, другими, третьими. В общем, было очень много всего. И вопрос, для чего это все? К чему мы идем? Ну, извлекли фичи. А что дальше? И тут хотелось сказать о том, какие вообще задачи решаются обычно с помощью компьютерного зрения. Значит, распознавание картинок, детекция изображений или объектов, трекинг, то есть слежение за каким-то объектом, семантические или instance сегментации. Семантическая – это когда мы отличаем просто машина, не машина, вот или машина, дерево, столб. Но при этом, если у нас две машины находятся рядом, то они просто сливаются в одну маску семантическую, что и эта машина, и эта машина. А если речь идет об instance segmentation, то тогда у нас каждая единица сегментирована отдельно. То есть у нас выдается отдельно класс, и отдельно для каждого еще маска данного объекта вот конкретного. Когда мы говорим о детекции, это очень широкая задача на самом деле, потому что объекты могут быть разными. У нас могут быть объекты, о которых мы знаем все. Мы знаем, как они выглядят в 3D, как выглядят их части, то есть полная подробность может быть. Или может быть у нас есть просто какая-то фотография. Также это могут быть объекты, которые относятся к какому-то классу, но мы заранее не знаем. То есть это может быть или просто машина, или просто машина Ford, или машина Ford определенной модели, но при этом находящаяся в изображении, в неизвестном положении. И нам такое тоже может быть нужно детектировать. Кроме того, это может быть детекция текста. Текст может быть разный шрифт, разный размер, разное положение, также разный цвет. И тоже все это в случае, если нам нужно детектировать текст, скорее всего, нужно как-то решать. Кроме того, это могут быть объекты, как лица, которые относятся к определенному классу, но выглядеть могут совершенно разные. Могут быть разные расы, разные люди, разные прически, разный фон, разное освещение. Но при этом это все детекция. Кроме того, могут быть задачи, связанные с детекцией определенных паттернов. И паттерны могут быть совершенно разные, как конопля, помидоры, разлетая масло на море. Кстати, важная задача, чтобы найти корабли, которые чистят трюмы от мазута или еще от чего-то и таким образом загрязняют окружающее пространство. Если мы решаем задачу детекции, то мы находим объект. если мы решаем задачу распознавания, то мы не только находим объект, но мы еще и понимаем, к какому объекту данного класса этот объект принадлежит. То есть, это может быть распознавание лица или распознавание машины по license plate, по номерному знакомству. Когда мы детектируем задачи, если у нас детектируем объекты, если у нас известен тип, то это как найти лицо. Если же у нас известен и тип, и класс, то тогда у нас задача решается, дополнительно упрощается тем, что у нас есть какая-то информация, которая может быть использована. Допустим, если нам нужно детектировать планарный маркер, объект, картинка которого нам заранее известна, и нам нужно найти его где-то, где угодно в пространстве, то это упрощается тем, что у нас уже есть какая-то дополнительная информация о данном конкретном объекте, не только об его классе. То есть, если бы это была просто абстрактная визитка, то было бы сложнее. Если визитка известна, то мы можем хвататься за какие-то фичи как раз и этими фичами пользоваться для того, чтобы распознать. В данном случае это визуализация метода, который называется DINETS. Он матчит графы, а графы строятся по кипоинтам. Итак, как это все работает в таком общем случае? У нас есть какая-то экстракция фич. Мы из этих фич собираем некий фича-вектор, и потом по этому фича-вектору мы матчим, то есть сравниваем. И фича-вектор может строиться из чего попало. То есть, это может быть в некоторых случаях сборный фича-вектор из цветовых фич, из наличия каких-то характерных кипоинтов. Это могут быть какие-то свойства, связанные с текстурой или с градиентами и так далее. И то есть гистограмма градиента может быть фичей. И из всех этих фич в принципе можно собирать один фича-вектор, который будет описывать какой-то участок изображения, какое-то изображение или еще что-то, что нам нужно. И затем, когда мы делаем матчинг, нам нужно просто научиться. То есть, нам нужно подобрать такой алгоритм, который будет на основании сравнения этих фич давать нам желательно правильный ответ. Вот пример. Если мы делаем задачу поиска планарного маркера, мы можем сделать детекцию кипоинтов, потом эти кипоинты описать и затем произвести матчинг. Это нам даст возможность получить взаимосвязь кипоинтов или каких-то точек между двумя изображениями. Другой пример называется алгоритм Виола Джонс. Это очень популярный и при этом довольно старый алгоритм, который ищет на картинках лица. И тут встречается сразу несколько гениальных идей. Все начинается с того, что строится интегральное изображение. Интегральное изображение это изображение, в котором у нас значение каждого пикселя это сколько у нас будет интеграл по вот этой заштрихованной части. То есть сумма всех значений пикселей присваивается вот этому пикселю. То есть получается, что у нас вот в этом направлении на таком изображении постоянно растет значение. И чем оно хорошо? Тем, что если нам нужно теперь посчитать интеграл по какому-то участку, то есть по квадрату 1, 2, 3, 4, это можно сделать путем просто алгебраических операций. То есть нам нужно вычесть значение, то есть можно догадаться, то есть если у нас 4 это полностью вот этот прямоугольник, нам нужно из него вычесть прямоугольники А, В, С, для того, чтобы получить Д. Ну, это легко считается, как это делается. Вот, с помощью этого считаются харфичи. Харфичи это такие штуковины, которые получаются следующим образом. Мы задаем некоторую маску, то есть у нас есть квадрат, в котором мы ищем, вернее прямоугольник, и в этом прямоугольнике мы задаем маску, в которой мы берем пиксели из определенного участка со значением плюс 1, то есть умножаем на плюс 1 и какую-то часть изображения минус 1. У нас получается, что некоторая такая маска, из которой часть мы игнорируем, а часть мы берем плюс-минус. И получается, мы берем, считаем положительную часть, вот через интегральную картинку, отрицательную часть через интегральную картинку, потом одно из другого вычитаем, и вот это для нас фич, это циферка. Вот, и на основании этих фич делается каскад, каскад это делается для того, чтобы у нас была возможность матчить или детектировать. Значит, тут особенность заключается в том, что первые две фичи позволяют реджектить, если я не ошибаюсь, 60% всех неправильных вариантов. То есть, что мы делаем? Мы берем полную картинку, и по этой картинке двигаемся вот прямоугольником, в который попадает вот этим прямоугольником. И мы сдвинули прямоугольник, проверяем по первой фиче. Если первая фича говорит, что нет, это не лицо, я уверен, то тогда мы просто выкидываем и не обращаем внимания на этот прямоугольник, берем следующий. Если же он говорит, что может быть это и лицо, то тогда мы двигаемся к следующей фиче. И таким образом у нас получается каскад фич. Если фейл, то мы выходим сразу же из этого цикла. Если же не фейл, то тогда мы движемся дальше, уходим все глубже и глубже по этому дереву фич. Проверяю. То есть, проверяем первую фич, вторую фич, третью, четвертую. Если она попадает в какие-то пороги, то значит то, что нам надо. Если выходит за рамки этих порогов, то тогда не то, что нам надо. И вот этот алгоритм используется очень часто для поиска лиц по изображению. Далее. Если мы хотим детектировать, то чаще всего нужно все-таки пользоваться нейронными сетями. И они сейчас работают лучше всего для решения этой задачи. Теперь разберем задачу детекции планарного объекта чуть-чуть более подробно. Планарные объекты могут быть разные. Это могут быть в прошлом обложки CD-дисков, обложки книжек еще сейчас, какие-то страницы журналов или какие-нибудь бигборды или еще что-то. Это объект, о котором мы знаем, во-первых, что это за картинка, что на нем за картинка изображена, а во-вторых, мы знаем, что эта картинка на нем плоская. Это для нас важно. Если картинка плоская, то мы можем сделать об этой картинке какие-то заключения о том, как она может себя вести в трехмерном пространстве. Ну и для этого нужно немножко посмотреть на то, как все происходит в камере. Итак, у нас есть, вот здесь справа у нас есть реальный мир, в нем есть некоторая точка XYZ, и у нас есть камера. Эта камера сейчас модель PIN-HALL, то есть у нас коробочек, и в этом коробочке дырка, через которую просто по прямой проходит лучик. У нас есть фокусное расстояние, это расстояние от плоскости, на которой мы получаем изображение, до точечки, вот это F. И можно легко посчитать, как у нас координаты в новых координатах изображения высчитываются из координат XYZ, то есть у нас есть координаты в трехмерном пространстве, вот они. Мы из этих координат в трехмерном пространстве получаем координаты в плоскости. Сейчас как-то вот так нам нужно получить. И вот формулы. Формулы просто очень легко из подобия треугольников происходят. Далее. Наша мечта это сделать следующее, что у нас есть некий объект, вот у нас есть в пространстве сначала в каком-то мировом. И у нас есть камера, которая смотрит на этот объект. Значит, у нас есть мировые координаты, есть координаты камеры. И мы хотим понять, как изображение внутри камеры, вот здесь уже спроецированное, будет зависеть от одних и других координат. Делается это, грубо говоря, следующим образом. У нас есть координаты мира. Мы с помощью трансформации из 3D в 3D, причем жесткая трансформация, то есть у нас ничего не должно скашиваться, у нас вот просто перенос пространства координат должен произнести и произойти. И, кроме того, вращение. То есть translation and rotation. Вот так. Мы переходим в координаты камеры. Когда мы находимся в координатах камеры, у нас X и Y это плоскости, собственно, там, где у нас матрица, и Z это координата, которая уходит вдаль от камеры. После этого нам нужно сделать проекцию. То есть если мы знаем, где у нас находится объект в координатах камеры, из этих координат камеры и того, какой у нас объект, мы можем посчитать проекцию в координаты пикселя. И таким образом мы предсказываем, где у нас будет и как у нас будет выглядеть картинка. Если она будет видимо при таких взаиморасположений объекта в мире и камеры, преобразования координат могут быть описаны с помощью матриц или с помощью уравнений. И разные преобразования координат соответствуют разным ситуациям, которые происходят с изображениями или с чем-нибудь другим. Если у нас просто трансляция перемещения, то это описывается следующим образом. Мы просто добавляем к каждой координате какую-то постоянную и получаем новое изображение, новые координаты. Если это записать в виде матрицы, вот тут обратите внимание, у нас есть единица, которая нужна для того, чтобы это все хорошо работало. Увидите, как это будет хорошо работать на следующем слайде, когда у нас появится вращение. Получается, нам нужно получить две координаты, а единица это просто служебный символ, как байос в нейронках, если вы о них уже читали. Он нужен для того, чтобы когда мы строку на столбец умножаем, вот мы строку умножаем, строка единица умножается на x, получаем x. Далее, здесь это следующая координата, как раз y. Чтобы получить y, мы единицу умножаем на y, то есть получаем x, y, и затем мы для того, чтобы получить каждую из этих координат, мы умножаем единицу, вот эту единицу, на tx, и для y мы единицу умножаем на tx. Все логично. И единица, умноженная на единицу, получается единица, которая здесь просто никому не нужна. Далее, если у нас есть изменение размера, это все в матричном виде делается вот так. Мы здесь вместо единицы просто делаем новый scale. Если у нас scale по разным координатам разный, то тогда это будут две разных тесты. Если мы делаем вращение, у нас вот здесь матрица вращения, помните из линейного алгебры, а здесь у нас получается даже трансляции нет. Мы просто повернули систему координат. Если это все со смещением, то тогда у нас опять-таки вот эта матрица вращения, а вот здесь вектор трансляции. Обратите внимание, у нас получается, что трансляция вся вот здесь, потому что она не зависит от координаты. И у нас матрица разделяется, тематически разделяется. части, которые задают разную часть поведения. И есть для этого способ записи, который называется partitioned matrices. Не знаю, кстати, как на русском. Парциальные матрицы, может быть. Что-то такое. И как это выглядит? Вот у нас теперь P это вектор, это как раз x, y, штрих, P вот это тоже вектор, вот это матрица вращения, а вот это опять-таки вектор трансляции. И вот это вектор трансляции. Вот он. По-моему, здесь есть объединение. Вот, пожалуйста. Вектор трансляции. Вот он. Здесь он записан уже как просто этот вектор. И здесь он записан тоже как вектор. И получается, что у вас здесь довольно такая специфическая запись. То есть получается, что вот это R, это матрица. То есть теперь это уже матрица 2 на 2. Вот это тоже 0, это на самом деле 2 0. Но иногда это бывает удобно, когда мы знаем какие-то матрицы, у них есть какие-то тематические разделения. Вот как в данном случае у нас есть R и T. И каждая из них имеет какое-то то есть это вращение, это трансляцию. Вот. Тогда удобно этим пользоваться. Значит, если у нас эвклидовое преобразование, при котором у нас может быть вращение и скейл, то теперь вот у нас это описывается вот здесь. SR, да? То есть получается скейл это константа, R это матрица вращения, которое задает вращение вот на этот угол. T трансляция, которая переносит. Все логично. Теперь, если у нас афинное преобразование чуть-чуть более сложно, у нас появляется здесь вот еще одна величина. То есть это опять-таки получается матрица 2 на 1. Ну, или можно сказать вектор. И наконец самая сложная из тех, которые здесь будут рассмотрены, это проекция. у нас здесь получается опять-таки это все также partitioned и вот уравнение, которое этому соответствует. Теперь, зачем это все нужно? У нас есть разные преобразования. Каждое из этих преобразований, во-первых, обладает количеством степеней свободы, во-вторых, каким-то характерным изменением, тем, что оно сохраняет. Если, допустим, у нас есть трансляция, то оно сохраняет ориентацию и все остальное. То есть оно сохраняет почти все. Единственное, что оно не сохраняет, это положение. Далее, евклидовое преобразование сохраняет длины. Все длины остаются такими же, как были. Similarity сохраняет углы. Афинное сохраняет параллелизм. Параллелизм. И Projective самое сложное сохраняет прямые линии. И для нас, когда мы решаем задачу обнаружения планарных маркеров, самым важным является вот это Projective. Почему так? потому что если мы представим себе, у нас есть в пространстве прямая линия и есть плоскость, на которой мы проецируем. Когда мы проецируем прямую линию, эта линия будет всегда прямой. Все остальное в отношении этой линии не сохраняется. Это получается как раз то самое перспективное искажение, которое в Photoshop можно выбрать перспективное искажение или еще где-то, и он будет по этой формуле пересчитывать. Теперь, как это все происходит в реальном мире? У нас есть теперь уже трехмерное, то есть предыдущее у нас было описание того, что может происходить с картинкой, с двумерным изображением. Что может происходить с трехмерным? У нас есть RT, R это матрица вращения, теперь она 3 на 3, и есть T это матрица трансляции. Это то, что описывает для нас перемещение камеры относительно объекта. То есть у нас есть некий мир, в этом мире у нас для того, чтобы задать положение камеры, задается RT этой камерой. После этого у нас объект относительно камеры становится расположенным правильным. Если же мы говорим о проекции, то это определяется еще одной матрицей, которая называется intrinsic матрица. И она следующим образом выглядит. То есть матрица intrinsic пересчитывает из теперь координат камеры, из трехмерных координат, в двухмерные координаты пикселя. Вот мы можно посмотреть, какие параметры. Я останавливаться не буду, потом на паусе посмотрите. Вот как это все выглядит. Значит, у нас есть вот это. Это трехмерная координата точки. Вот это. Это RT. Это матрица вращения. У нее параметры задаются просто из углов вращения. И T. Это вектор трансляции. Значит, в результате перемножения одного на другое мы получаем какие-то новые трехмерные координаты. Ну и кроме того, нули и единицу. Теперь, когда мы перемножаем результат вот этого на матрицу К, мы получаем координаты в координатах пикселя. И это наша цель. Теперь вы скажете, подождите, а как же то, что у нас не всегда линии прямые? Я имею ввиду, что не все камеры являются пин-холлами. И получается, что у нас вот это требование прям от тех линий, оно не соответствует действительности. Ну да, потому что это связано с тем, что у нас есть линза в камере, в практической камере, которую мы используем. И эта линза в некоторых случаях приводит к тому, что у нас вместо прямых линий получаются какие-то бочки или, наоборот, подушки. Вот. И кроме того, еще один момент, который требует... То есть, вот это можно калибровать камерой, и еще один момент, который можно калибровать камерой, это, собственно, как мы сможем узнать параметры intrinsic. то есть, RT мы еще можем узнать из... Померя линейкой, грубо говоря, хотя обычно так никто не делает, то для того, чтобы получить intrinsic, нам нужно или посмотреть в stack sheet, в инструкцию к камере, и там надеяться, что эти параметры будут, или нужно откалибровать. Делается это с помощью таких мишеней, то есть печатается шахматная доска с известными размерами, могут быть разные calibration pattern, то есть, может быть, не всегда, не 100% это шахматная доска, хотя часто, и она многократно показывается камере, и потом специальный алгоритм запускается, который решает задачу калибровки. Кроме того, если мы калибруем камеру, то второй момент, который можно откалибровать, это, как я сказал, дисторсия. И дисторсия описывается как некоторый полином, вот у нас есть, то есть, нам нужно получить координаты пикселя, значит, вот это координата нового пикселя, и она получается из координаты старого пикселя, умноженная на длинный полином. И если мы сделали вот это, то, что я описывал, что мы берем шахматную доску, многократно ее показываем камере, получаем эти кадры, у нас есть какая-то информация о том, что в этой доске. Значит, какая-то информация. У нас есть размер ячейки, сколько ячеек, сколько на сколько эта доска. Кроме того, мы знаем, что она всегда плоская, то есть, она не гнется. И за счет этого можно в конце концов составить систему линейных уравнений, из которых найти все коэффициенты. Причем это будут коэффициенты, связанные как с фокусными расстояниями, так и с вот этим полиномом вписывающем дисторсии. Значит, здесь этот полином это частный случай на самом деле. То есть существуют разные способы описывать дисторсии. В OpenCV они описываются через число параметров. То есть, там есть какой-то N12 параметров, 5 параметров, 7 параметров. Может быть, я перебрал какие-то цифры. естественно, чем больше параметров, тем более сложно его пересчитать, тем более капризным он становится и тем более точно он может описать. К чему приводит калибровка? Значит, у нас есть оригинальное изображение, в котором есть явный эффект фишая. После того, как мы сделали дисторсию, вернее, андисторсию, мы получаем уже каждая линия прямая. И вот это как раз модель пинхола, о которой мы говорили ранее. То есть, получается, как? Для того, чтобы все, что мы говорим о проекциях и преобразованиях внутри камеры, нам нужно изображение, которое мы получаем с этой камеры, привести к модели пинхола. Если мы находимся в модели пинхола, то все вот эти заключения о прямоте линии, о преобразованиях, они становятся правильными. Если же мы ничего не делаем, то у нас получается я имею в виду андисторсию. То в таком случае у нас часть из этих предположений оказываются неверными, и это может мешать работе алгоритма. Ну и как это выделить на практике? У нас прямые линии вот здесь вот поле, они тоже становятся прямыми явно видно эффектом андисторсии. То есть все хорошо. Существуют методы более сложные для решения все той же задачи андисторсии. Они описывают, во-первых, они используют более сложные мишени, и они описывают с большим числом параметров. И вот это картинки из их статьи. Они утверждают, что вот если картинка цветная, допустим, OpenCV, 12 параметров, если на картинке видны такие паттерны, то есть вот видно зеленое, красное, то это плохая андисторсия, а вот если такая, как у них, пожалуйста, то тогда хорошая. Им можно верить, мы даже пробовали запускать их код, встроить это во что-то практичное довольно сложно. В случае, если мы описываем, как меняется изображение от одной картинки к другой, нам для этого нужна такая штуковина, которая называется гомография. Гомография – это матрица, которая описывает преобразование из одной плоской системы, из одной пинхолл модели в другую пинхолл модель. И работает это для плоского объекта. Получается, смотрите, если раньше мы работали с трехмерными координатами, то вот здесь у нас мы работаем с двухмерными координатами, то есть это координаты пикселя на одном изображении, это координаты пикселя на другом изображении. И все это пересчитывается с помощью матрицы гомографии. Это как раз тот самый Projective Transform. Наша задача была обнаружить объект. И вот это все мы сейчас разбирали просто для обнаружения объекта. И давайте теперь посмотрим, как это может работать. Значит, у нас есть планарный объект, вот он заранее известен. У нас есть кадры, в которых этот объект предположительно есть, и нам нужно найти, где он находится, и кроме того, как он расположен, как конкретно он расположен. И это можно сделать следующим образом. Мы дефектируем кипоинты, мы описываем эти кипоинты, у нас получается какое-то количество матчей. Мы эти матчи, вернее, какое-то количество кипоинтов, мы их матчим между собой, у нас получается какое-то количество матчей, и потом мы должны из этого получить каким-то образом гомографию которая опишет то как вот из системы координат вот этого объекта перейти в новую систему координат в которой этот объект будет ну где-то в картинке для этого используется алгоритм который называется ранзак еще одна очень крутая штуковина значит смысл заключается в следующем во первых название random sample consensus он немного рассказывает о том как это все работает у нас есть решение прямой задачи решение прямой задачи это когда мы по каким-то предположениям можем взять и посчитать преобразование гомографии из одного процесса в другое вот причем мы можем строить это решение по какому-то количество точек удавайте представим себе что мы вписываем линию мы можем взять две точки и по двум точкам вписать какую-то линию при этом мы знаем что у нас точек много и это означает что мы можем воспользоваться всеми остальными точками посмотреть будут ли они соответствовать нашей модели и если у нас скажем сложное пространство выброса на много точек мы можем многократно сэмплировать то есть мы берем по две точки каждый раз по каждой из них строим линию считаем число инвайеров после того как провели какое-то количество итераций мы выбираем то решение которое включило в себя как можно больше инвайров и пользуемся им как решением которое предположительно является тем которое нам нужно вот то же самое можно делать и с гомографией у нас есть гомография которая описывает преобразование из одного в пространство в другое из одной плоскости в другую плоскость и она строится по четырем точкам ну это логично у нас так поставили на плоскости четыре точки то есть как раз вот перспектива этим описывается можно легко себе представить значит по четырем точкам можно построить эту гомографию значит берем случайно четыре точки и получаем из этого гомографии с помощью гомографии мы теперь можем делать проекцию любой другой точки на вот эту новую систему координат берем и пользуемся этим проекцируем все точки теперь мы смотрим насколько они похожи если они находятся в каком-то радиусе от предполагаемых предполагаемых на основании модели то тогда получается что этой мая если они находятся за пределами этого радиуса то тогда аутлайр то есть мы просто судим по тому как у нас между собой соотносится действительное положение точки и предсказанное положение точки после этого выбираем решение в котором у нас лучше всего больше всего и маяров и получаем гомографию таким образом мы можем работать в условиях когда у нас много аутлайров то есть у нас есть много матчей часть этих матчей идут не туда так работает кейпоинты их дескриптера они в общем как с какой-то вероятностью ошибаются и для того чтобы решить проблему аутлайров как раз и делается вот это вот решение рансак чтобы то есть мы сэмплим смотрим сколько всего сколько и лайров выбираем самое лучшее решение потом с этим решением можно еще немножко поработать чтобы улучшить допустим берем все и лайры и после этого делаем в стиле list squares решение то есть теперь вот в эти точки мы вписываем с наименьшим с наименьшей ошибкой таким образом мы получаем вот такой горит у нас есть детекция кейпоинтов описание детектора кейпоинтов матчинг потом мы с помощью ранзака находим какое-то решение и этим решением пользуемся для того чтобы скажем обвести где находится объект в чем сила этого решения она заключается в том что мы к детекции привязываем не только кейпоинты и их дескриптеры но и пространственные взаимосвязи между ними то есть мы потребовали от нашего решения намного более жесткого соответствия тому что было изначально то есть если бы мы просто пытались заматчить кейпоинты и по каким-то группам кейпоинтов не беря в взаимосвязь планарность не требуя планарности то нам было бы то есть мы бы просто очертили какую-то область где кейпоинты просто между собой похожи вот и все данном же случае нам нужно так что сделать такое решение в котором она просто все впишется то есть каждая точечка впишется или как можно больше точек пишется то есть в настройках параметра мы можем задавать то есть быть требовательными более или менее то есть вот здесь вот у нас может быть требование по числу и ларя допустим если их там больше больше стату тогда мы считаем что у нас решение сошлось а если число и слой лаеров меньше это стремное решение может нам нужно что-то еще попытаться поискать или вот не доверять как это выглядит в коде значит орби это алгоритм я в прошлой лекции упоминал очень кратко обнаружение и описание кейпоинтов значит мы создаем объект орби кроме того мы создаем объект под который я опишу потом с помощью орби мы сразу же делаем детект и компьютер по одной картинке и по другой что означает детектика n copy то есть можно было бы делать детект отдельный компьютер но это бессмысленно то есть можно сразу одной функцией когда мы делаем детект мы находим кейпоинт что такое кейпоинт это точки которые какие-то угловые то есть за них можно зацепиться и даже если картинка сместиться мы этот кейпоинт он пойдет за ней то есть мы сможем понять куда она переместилась то есть это не не линия и тем более неравномерная поверхность а дескриптор это вот вторая штуковина которая описывает кейпоинт и некоторые его окрестность значит мы получили два набора и после этого мы пользуемся матчера матчер это вот как раз вот эта штука 2 объект который который мы создаем есть в пансиве несколько матчеров бф это brute force можно догадаться что он перебирает просто все все варианты матча и выбираете которые самые лучшие в нем задается норма которая используется и кросс чек кросс чек это понравились ли друг другу точки то есть если в одну сторону самое лучшее и в другую сторону тоже самое лучшее и они совпали то вот в этом случае он тогда принимает создали объект воспользовались этим объектом для того чтобы заматчить дескрипторы обратите внимание дескрипторы матчатся не кейпоинты то есть ему без разницы где находится кейпоинт он об этом ничего не знает после этого у этих матчей есть параметры то есть матчи это некий лист в этом листе у нас есть объекты вот мы по можем сделать нормальный цикл вот перевираю как каждый матч из матчей и у каждого из них есть еще и distance distance в данном случае как раз по вот этой норме которая здесь описана может быть и в кредово хэмминг может еще что-нибудь там вот и мы можем задать порог и выбрать только те которые хорошие вот по нашим представлениям то есть вот эти вот представления они могут быть разными то есть фильтровать можно не только этим способом можно еще по кросс чеку фильтровать можно еще почему-то теперь если у нас число выбранных точек то есть матчей из которых дистанция хорошая мы можем попытаться найти гомографию и значит здесь просто преобразование в те параметры которые в тот формат параметров которые нравятся opencv решить представить в виде флота в общем извините так так пришлось сделать и после этого функция найти гомографию в нее подаются точки исходные точки на втором изображении параметры которыми запускаются здесь есть несколько способов запуска в данном случае ран за тот самый о котором я говорил и вот это радиус в пикселях как далеко мы можем терпеть если точка находится от своей проекции стереальное положение точки от предсказанной проекции здесь 5 это на самом деле довольно много видимо для какой-то сложной задачи которая упиралась часто ставят 3 иногда даже один пиксель может быть что прям пиксель в пиксель попала зависит от калибровки камеры и от плонарности объекта на самом деле вот теперь мы отсюда получили вот это вот h-матриц это матрица гомографии все мы ее получили кроме того там а вот эта маска это те точки которые по которым она сошлась то есть мы можем этой маской теперь воспользоваться для того чтобы сказать какие из точек хорошие какие плохие можем еще раз пересчитать можно еще что-то сделать как пользоваться матрицей гомографии вот берем пару функций одна из них перспектива перспектив трансформ здесь точки вот в данном случае это если мы берем какую-нибудь точку с ее координатами x и y на исходном изображении куда она перенесется то есть это просто преобразование координат точки в новые смещенную систему координат не смещенную искаженную или второй вариант воспользоваться это взять и сделать варп изображение то есть погнуть изображение какое-то так чтобы она была в новых в новой системе координат теперь это другая функция ворп перспектив получается перспективное искажение как раз подаем картинку который хотим изменить h-матрис и параметры как параметры интерполяции очевидно и размеры изображения из-за того что мы крутим картинку нам нам нужно новые изображения новые размеры подать просто чтобы узнал сколько мы можем себе позволить далее если у нас есть какое-то наблюдаемое положение известного маркера мы можем попытаться из этого положения маркера если он известен в этих сантиметрах идут мы его видим в камере то есть мы знаем размер мы знаем параметры камеры мы можем надеяться на то что мы можем получить координаты камеры видео просто изображение общая идея такая вот у нас есть известный нам маркер у нас есть изображение этого маркера и мы хотим сказать где в трехмерном пространстве находится камера для того чтобы изображение было таким вот ну и все общем получается логично у нас есть вот эти координаты исходные и мы знаем что вот вот эти две штуковины это как раз должна быть та самая матрица гомографии мы не стоим что за это у нас здесь на маркере нужно природа x y это будут координаты в нашем изображении z на изображении считается нулем вот и тогда матрица гомографии должна быть представлена через вот это из этого что нам известно нам известно матрица камеры intrinsic то есть вот это все считается известным а нужно посчитать вот это задача которую можно решить если мы получаем эти данные то есть если мы получаем положение камерой на основании того как мы видим маркер мы можем попытаться сделать какую-то аугментацию то есть мы можем сделать vr в котором мы добавляем объект этот объект смотрится в нашей сцене правильно следующая задача которую мы можем решать это трекинг смысл трекинга это слежение за чем-то и вот это что-то она может быть в очень широких пределах то есть это может быть какой-то объект это может быть какая-нибудь . или это может быть какой-нибудь скажем просто квадрат изображение примеры того где трекинг работает обычно трекинг используется там где у нас есть видео то есть у нас есть последовательность кадров и эти кадры между собой как-то связаны на самом деле это довольно широкое понятие то есть если посмотреть что говорить в википедии по поводу трекинга он целая гора разных трекингов и в компьютерном зрении большая их часть применяется по-разному но вот сейчас будем говорить о конкретном трекинге примеры трекинга в данном случае для футбола трекинг это был бы трекинг объектов игроков то есть мы распознаем где какой игрок его номер и как он перемещается по ходе и все его перемещения записываем здесь трекинг немного странный здесь получается трекинг всей сцены то есть по сути трехмерного объекта который мы видим в камере или положение камеры в сцене и для этого нужно сначала разобраться где мы находимся то есть что это такое какое помещение где его пол а потом уже за и за и за ним следить и тогда у нас получается когда перемещаем в камере всю сцену камера относительно сцены то объекта двигаться вместе с ней в данном случае такинг это каких-то автомобилей каждому из них еще и скорость скорее всего вот для этого трекинга можно было использовать поточечный и вот здесь пример это фильтры вот здесь трекинг прямо используется во все потому что нужно следить за лицом и если мы просто будем делать детекцию лица у нас будет время прыгать нам нужно следить как перемещается каждая отдельная часть лица чтобы фильтр выглядел как можно более реалистично алгоритм трекинга некоторые окрестности называется оптический поток это довольно интересный алгоритм предложен давно первое начи первый подход к его решению называется алгоритм лукас канаде заключается в следующем у нас есть некий градиент на картинке причем даже два градиента по лицу и по игреку и у нас есть две картинки и между этими двумя картинками у нас есть некоторое изменение яркости конкретного пикселя и что мы можем сделать мы можем обвинить перемещение картинки в том что у нас изменилась яркость пикселя то есть получается что если мы наблюдаем некоторый градиент dx и dy и у нас есть изменение яркости мы знаем dx знаем dy значит это может быть перемещением по иксу или перемещением по игреку или перемещением по двум этим координатам на какое-то расстояние и вот это расстояние могло бы объяснить то насколько у нас изменилась яркость пикселей исходная посылка не звучит очень мощный потому что здесь есть неоднозначность относительно того как перемещение по иксу и по игреку то есть мы можем объяснить и одним и вторым и для того чтобы это разрешить подобное же решение требуется не от одного пикселя от некоторой области то есть мы теперь берем и сразу несколько пикселей задаем и для каждого из них описываем вот это изменение яркости но при этом для всех для них считается что перемещение должно быть одним и тем же вот есть теперь у нас у каждого пикселя свое изменение яркости а перемещение тоже самое и вот это вот теперь решается то записывать систему уровней который решается каким-то образом и она сходится или не сходится если она сходится то мы считаем что пиксель переместился или не пикселя его окрестность переместилась вот туда куда нам показала этот оптиковку если же она не решается то извините не решилась Значит, данная точка или никуда не перемещалась, или она перемещалась, мы не знаем куда. Оптический поток. Может быть sparse. Смысл заключается в следующем. Мы можем задать какие-то точки, то есть мы берем точку, и эта точка, если она перемещается, мы получаем перемещение этой точки. Если она потерялась куда-то, если у нас не сошелся, то мы эту точку просто выкидываем из рассмотрения. Вот пример тут не очень хорошо видно, но, в общем, когда машины перемещались, за ними вот здесь были нарисованы треки. И эти треки получены, собственно, как раз за счет того, что мы следили за точками. Он может быть и плотным. Тут смысл заключается в том, что мы для каждой точки изображения считаем какой-то оптический поток. Теперь это уже не только угловые точки, а просто для всех точек. Здесь мы построили не для всех точек, потому что это было бы неудобно смотреть. Построено только для определенного числа точек, то есть мы выбрали точечки на решеточке, и для каждой из них вот здесь вот видно вектор и точку, куда переместилось. Видно, что у нас есть некоторая область, за которой мы следим. Видно, что точки елозят вдоль линии, что вполне логично. И тут сразу имеет смысл сказать о сильных и слабых сторонах оптического потока Sparse и Dance. Сильная сторона Sparse в том, что мы сами своими руками выбираем точки. И эти точки, скорее всего, будут какими-то заметными. Это угловые точки, полученные с помощью какого-нибудь детектора, детектора в целой гора. Но все эти детекторы, свойством точки, которую они детектируют, является то, что ее перемещение мы смогли бы как-то увидеть. Слабая сторона Sparse Optical Flow заключается в том, что у нас появляются большие области, могут появляться большие области, на которых нет ни одной точки, и мы вообще ничего не можем даже попытаться заключить. Иногда эти точки находятся внутри объектов, и нам бы хотелось как-то чуть больше обобщения. И это обобщение как раз дает Dance Optical Flow. Он как раз оценивает для каждой точки, он все равно что-то выдаст. И как раз в этом его слабая сторона. То есть сильная сторона в том, что он выдает нам полную картинку. Слабая в том, что ему приходится для точек, в которых нет никаких градиентов, ему все равно там приходится что-то предположить. Но эти предположения иногда, как здесь на линии, бывают неправильные. Вот еще один способ отобразить оптический поток. Это тоже тот же самый пример с теми же самыми машинами. И в нем яркость пикселя – это величина оптического потока. Ну, грубо говоря, на сколько пикселей убежала точка. А цвет, цветовой тон – это то, насколько у нас… То, какое угол направления. Видно, что, в общем, в принципе, неплохое предсказание. И тоже видно, что, допустим, вот машина за собой утаскивает часть дороги. Каким образом это происходит? У него там внутрь, в алгоритме, есть какой-то патч, перемещение которого он пытается посчитать. И если у нас он считает по вот этой линии, то есть есть линия, по которой на этот патч скользит. И есть уголочек, которым он засыпился за машину, которая явно едет. Получается, что проскользив вдоль линии и все еще видят машину в том же месте, он может заключить, что это он так переместился. При этом он сходится, все вроде бы хорошо, он считает, что он переместился. Еще один способ, как можно воспользоваться оптическим потоком, просто чтобы продемонстрировать, возможно, его сильные и слабые стороны, это вот картинка, в которой мы делаем ворп. То есть мы пересчитываем первую картинку каждый раз по оптическому потоку. Получается, ворп – это функция, которая по некоторой маске может делать новую картинку. То есть она берет пиксель и интерполирует его на основании смещения, которое ему дано. Оптический поток – это как раз то самое смещение, которое нам и надо. То есть он берет и говорит, что этот пиксель должен перейти вот сюда. И мы можем отобразить каждый раз интерполяцию пикселей в их новое положение согласно оптическому потоку. Вот эта картинка получается из них. То есть вначале она даже выглядит… Сейчас я попробую ее перезапустить. Обратите внимание, вначале она даже неплохо сохраняет очертания машин. То есть вот у нас машина, она уже проехала половину видео, сколько у нас было точек. И при этом можно сказать, что она не испортилась. Потом с какого-то момента она начинает работать неправильно. Почему она работает неправильно? Потому что не все изменения картинки можно описать оптическим потоком. У нас в какой-то момент машина начинает просто поворачиваться той частью, которую мы не видели. Ну и кроме того, если мы делаем многократную интерполяцию одной и той же картинки, она размывается. Ну и кроме того, у нас вот здесь вот есть черная область. Как это работает? У нас есть точка, оптический поток, который отображен, ну как затащенный снаружи. Ну а снаружи все пиксели равны нулю. Поэтому получается, что мы затаскиваем нули снаружи картинки. Тут ничего не поделаешь. Как посчитать оптический поток? Значит, вот у нас оптический поток LucasCanade. Это Sparse Optical Flow. Значит, параметры оптического потока вот они сюда передаются. То есть их можно было бы просто здесь привести, но так показалось удобнее. Откуда-то скопированы такие параметры. Далее. Нам нужны точки. Поскольку это Sparse, нам нужно ему передать точки, с которых он будет делать считать. И мы их получаем с помощью Good Features to Track. То есть он даст нам просто координаты x, y, точек, которые он считает, что было бы неплохо трекать. После этого мы запускаем функцию Calculate Optical Flow Pyramidal LucasCanade. Говорит, в общем, само за себя. Пирамида – это то, о чем я не упоминал, но это такая штуковина, которая делает вычисления LucasCanade на разных масштабах. То есть уменьшая картинку. То есть у нас есть полноценная картинка, уменьшенная там во сколько-то раз, уменьшенная еще во сколько-то раз. Кстати, во сколько раз мы можем увидеть здесь, вот в четыре разных у нас уровня пирамиды. И это позволяет делать так, чтобы наш оптический поток считался на больших масштабах тоже. То есть не только на самом маленьком. Потому что самые маленькие детали, когда у нас там вот эти субпиксельные или пиксельные перемещения, мы их можем посчитать. А чтобы он мог посчитать еще там в 10-20 пикселей, чтобы вот такие большие штуковины тоже можно было. Мы просто смотрим как бы сверху с большей дальности, на меньшую картинку, и таким образом она работает. Что мы передаем? Одна картинка, извините, перечеркнул вторая картинка, точки, для которых мы хотим посчитать оптический поток и параметры. Вот что мы получаем? Мы получаем точки на выходе, мы получаем некоторый статус и получаем ошибку. Ошибка – это то, насколько оно там не сошлось, грубо говоря. То есть мы можем делать порог по статусу, но очевидно, что если точки не сошлись, то их лучше не отрисовывать. И по ошибке. Если ошибка больше, чем какой-то порог, то нам, наверное, тоже их стоит выкинуть. Вот. Что у нас получается? Что есть точки нулевые, те точки, в которых была раньше картинка, и точки на новой картинке, куда они переползли. Если мы потом, во-первых, передадим на следующей итерации, то получается, что мы сможем прочтетить некоторый трек, по которому перемещалась точка. Ну, или воспользоваться каким-то другим способом. Другой вариант запуска Optical Flow – это Dance Optical Flow. Здесь все еще проще, но тут целая гора параметров. Я специально эти параметры вот здесь вот выписал, можете посмотреть. Ну, в общем, лучше в Хелпите. Значит, Calculate Optical Flow Farnabek. Farnabek – это фамилия. Старая картинка, новая картинка. Никаких точек передавать не надо, потому что он Dance. Он пытается оценить значение оптического потока для каждой точки на изображении. Ну, а параметры они задают то, в какой степени он размывает параметры, то это не размывает параметры, а размывает результирующий оптический поток. То есть, получается, что ввиду того, что ему нужно его делать как-то интерполированный для точек, в которых он получен, плохо и ненадежно, нужно дополнительно заботиться вот о этих вещах. И степень размытия или степень пространственного усреднения будет задавать чувствительность к мелким деталям, с одной стороны, и, с другой стороны, количество шума. То есть, чем менее он чувствителен к мелким деталям, тем более он нечувствителен к шуму. Далее. Если мы можем делать трекинг каждой точкой маленькой области, может быть, мы можем сделать трекинг и для какого-то плоского объекта. То есть, у нас есть темплейт, и мы этот темплейт хотим взять и протрекить до следующего положения в кадре. То есть, у нас есть, допустим, видео, в этом видео у нас два последовательных кадра, и изменения, которые произошли с объектом с одного кадра на другой, маленькие. И наша мечта теперь уже посчитать не перемещение каждой точечки, а перемещение всего объекта целиком. Общая идея выглядит следующим образом. Значит, у нас есть какое-то преобразование, и это преобразование описывает то, как у нас может произойти изменение объекта. И теперь нам нужно, здесь написано афинное, но на практике, скорее всего, нам нужно искать гомографию. Потому что, ну, если плоский объект изменяется в кадрах, это как раз то, о чем мы говорили ранее. То есть, у нас могут быть какие-то изменения, вот, в общем, перспективные. И что мы хотим здесь сделать? У нас есть некоторые параметры, которые описывают ворк. Допустим, если мы хотим посчитать гомографию из одного кадра в другой, то там 8 параметров. И у нас есть некоторое отличие между картинкой, которую мы получили, которая на одном кадре, и которая на втором кадре. Мы можем даже вычесть одну из другой и посчитать между ними разность. Вот. Смысл всего, что здесь происходит, это найти такое новое положение картинки. То есть, найти гомографию, которая лучшим образом опишет то, как совместить эти две картинки. То есть, наша цель, мы получили картинки немножко смещенные, а мы должны их взять и совместить их обратно. Причем полностью. Делается это вот следующим образом. Это один из способов. У нас есть картинка. Мы по этой картинке, то есть, есть темплайт, есть какая-то варпнутая картинка. Изначально это картинка, которая у нас просто следующий кадр. Вот. И есть, то есть, мы можем посчитать ошибку. Вот эта ошибка. Это то, насколько две картинки между собой не соответствуют. Теперь нам нужно обвинить каким-то образом те параметры, которые у нас есть у нашего преобразования координат, в том, что у нас произошло вот это изменение. Значит, мы считаем градиент по ху, по у. Потом на основании этих градиентов мы можем с помощью такого инструмента, как якобиан, посчитать то, каким образом у нас будут влиять на картинку изменения вдоль каждой из степеней свободы. То есть, у нас есть степени свободы. Нашего преобразования, допустим, 8 степеней свободы для гомографии. Или здесь у нас 6 степеней свободы. То есть, у нас это вот этот случай, потому что у нас 6 картинок здесь, да? Значит, у нас есть какие-то степени свободы. И мы по каждому из них считаем, как будет выглядеть градиент. То есть, как будет меняться картинка, если мы немножко подкрутим ее по этой степени свободы. Затем мы сравниваем и получаем взаимосвязь. То есть, вот эта операция все вместе. Это нам нужно взять и сделать апдейт параметров. Это делается через матрицу Гесса. Ну, математику, в общем, посмотрите. Я рассказывать не буду. И через это мы получаем апдейт параметры. Мы получаем за счет этого новые какие-то характеристики в Warp. И можем провести итерацию еще один раз. То есть, у нас есть эти координаты. Нам нужно их каким-то образом получить. И вот, значит, мы получили все эти производные. Обвинили эти производные в том, что у нас есть какая-то невязка. Мы посчитали, как у нас могут быть апдейт параметры для того, чтобы эту невязку уменьшить. Получили новую картинку. Ну, и опять посчитали разность. За несколько итераций она должна приводить к какому-то новому изображению. Вот пример того, как выглядят итерации поиска этого решения. Вот видно, что у нас есть уменьшение ошибки по мере итерации. То есть, получается, что он как раз пытается template-based tracking сделать. Смысл трекинга? Значит, первая задача, которую мы делали, у нас был template-based matching detection. Template detection. Значит, мы берем какой-то template, который у нас есть. У нас есть картинка. И мы считаем его полное преобразование от текущего состояния до того состояния, в котором он у нас лежит где-то на столе. Это полное преобразование может быть с довольно большим изменением перспективы. Если большое изменение перспективы, то у нас skip point начинает со временем немножко фейлить. А потом и немножко. Вот и в какой-то момент нам будет тяжело его детектировать просто за счет того, что сильно изменилась перспектива. Если же мы делаем изменения, трекаем изменения от одного кадра к другому, то между ними изменения всегда маленькие. И это означает, что у нас больше возможностей, то есть больше степень подобия между этими картинками. И мы можем, скажем так, более надежно получить этот взаимосвязь. В чем минус? Минус трекинга заключается в том, что в нем постепенно набирается дрифт. То есть если мы взяли и посчитали матрицу гомографии от одного кадра ко второму, с первого по второй, ну все хорошо, то есть она скорее всего будет довольно точная. Потом со второго по третий, она тоже скорее всего будет более точная. Потом с третьего по четвертый тоже более-менее точная. То есть каждый раз мы будем получать более-менее точную матрицу гомографии, но чтобы посчитать полную матрицу гомографию, нам нужно перемножить их все. И вот когда мы их все перемножаем, у нас получается, что ошибка накапливается. И в конце концов решение становится не таким точным. Поэтому для практичных применений, для такого детекции некоторого объекта планарного, часто используют сочетание детекции и потом трекинга. То есть получается, что в те моменты, когда у нас есть достаточное количество точек для того, чтобы мы могли взять и посчитать гомографию с нашего исходного изображения на текущее за один удар, то мы это делаем. Если у нас в какой-то момент количество кипоинтов становится несоответствующим, мы можем продолжать трекать объект, но теперь пользуясь просто предыдущим кадром. То есть по паре двух кадров мы берем и трекаем объект, то есть мы посчитали новую его гомографию, просто подумаем, как он изменился. И на какое-то число кадров этого будет достаточно как точного решения. В тот момент, когда мы опять получили достаточное число кипоинтов, то есть там у нас перспектива изменилась немножко, может объект ближе стал или еще что-то, мы опять смогли посчитать гомографию от исходного маркера до конечного его положения. Мы опять пользуемся template-based detection. Что интересно, можно делать планарный трекинг депланарных объектов. Вот пример, в котором это демонстрируется. То есть у меня стена, она более-менее планарная. И видите, у нас точки, которые генерируются, они генерируются на стене и остаются на ней. То есть получается, что мы ее трекаем неплохо. И здесь это все, это планарный объект, все нормально, получается template нормальный предсказуемый трекинг. Теперь явно непланарная сцена. И у нас на ней точки, как видите, тоже остаются более-менее в том же положении, в котором они были сгенерированы. То есть получается, что алгоритм сходится даже на непланарных объектах. У этого есть два объяснения. Одно объяснение, что если мы просто вращаем камеру, то у нас нет никакого влияния трехмерных координат на то, что с нами происходит. То есть получается, что у нас это выглядит для камеры как просто новый пинхолл. Пинхол в пинхолл, как пересчитывается, у нас есть плоскость, есть дырка, вот есть вторая плоскость, на которой все проецируются. Новый пинхолл – это смещенная плоскость относительно той же дырки. Или смещенная относительно всего. Получается, что это все равно описывается гомографией, если мы крутимся вокруг одной и той же точки. Если же мы крутимся относительно, если у нас получается перемещение трехмерное, то тогда вот трехмерность объектов, то есть перемещение, не только вращение, то тогда трехмерность объектов начинает играть какую-то роль. И получается, что можно пользоваться плонарным трекингом даже в тех условиях, в которых он не совсем должен бы и работать. Иногда это даже помогает сделать какие-то практичные вещи по трекингу. Кроме того, хотелось сказать еще об одном виде трекинга. Это трекинг объектов. Тут смысл заключается в чем? У нас есть какой-то детектор. Этот детектор детектит какие-то объекты. И мы можем следить за тем, как эти объекты себя ведут. Значит, к нам приходит некий кадр. Мы на этом кадре детектим все, что у нас есть. Ну, давайте возьмем пример лица. Мы детектим лица, которые у нас появляются в кадре. И нам нужно, к примеру, распознавать людей. Значит, мы задетектили человека. После этого мы смотрим. В предыдущем кадре у нас было что-то? Не было, допустим. Потому что у нас это первый кадр, и у нас нет никакой истории. Тогда мы делаем инициализацию трека. В этот трек мы записываем всю информацию, которую мы можем записать. Координаты, в которых нашелся объект, размер этого объекта. Если нам удалось его распознать, мы пишем ID. Мы пишем там паше. И этот инициализируемый трек мы у себя где-то сохраняем. На следующей итерации мы заходим, детектируем что-то. Первое, что мы должны сделать, это сделать assignment. Если у нас есть какая-то база данных треков, мы в ней находим объект. Мы смотрим наш детекченный объект. Можно ли его объяснить теми задетекченными объектами, которые были с прошлого кадра. Если они не сильно переместились, если у них ID сохранился, или если еще что-нибудь. То есть, если остальные параметры соответствуют, мы можем сказать, ага, так это тот же самый объект. И в таком случае мы делаем продолжение трека. Продолжение трека, это означает, что мы записываем, во-первых, какую-то историю. Историю изменений. И делаем апдейт всех параметров. То есть, теперь последние параметры, которые у нас были для этого объекта, мы сохраняем. В случае, если у нас объект ни для чего не сделал assignment, то мы можем делать еще clean-up. То есть, у нас какой-то трек несколько раз был не заобдейтен, мы его выкидываем и забываем. Значит, все это имеет какую-то информацию, типа данные треков. То есть, у нас есть какой-то набор объектов, за которыми мы трекаем. Для каждого из них ведется трек. Еще, кроме того, мы ведем трек всех объектов, которые у нас, скажем, были не подтверждены. Как это происходит? Что когда мы инициализируем трек, мы, допустим, можем требовать, чтобы трек отображался, то есть считался правильным, только тогда, когда он набрал в себя несколько детекций. То есть, мы его задетектировали несколько раз, и потом мы говорим, все, хорошо, трек начался. К чему это приводит? Это приводит к тому, что если у нас есть какие-то ошибки детекции, мы можем эти ошибки нивелировать. Потому что мы потребуем, чтобы объект был несколько раз подтвержден как принадлежащий к текущему классу, к какому-то, к искомому классу. И только после этого, после подтверждения, мы его записываем в треке и начинаем отображать пользователей. То есть у нас не будет ложных срабатываний. Кроме того, мы можем экономить ресурсы. Допустим, если у нас процедура распознавания объекта сложная, ну, для распознавания лица это дорогая процедура, а детекция лица хар-каскадом дешевая, мы можем, в случае, если мы уже подтвердили ID объекта, то есть мы знаем, что объект это паша, и он не переместился сильно, то мы можем не запускать для него алгоритм распознавания еще раз. Ну, или можем, скажем, пропустить несколько распознаваний, и таким образом пропустить, сэкономить вычислительные ресурсы. Вот. Получается, что вот этот механизм, он позволяет решать задачи, которые иначе решались бы тяжелы. Кроме того, есть еще один вид задачи трекинга. Он заключается в следующем. То есть сама задача ставится так. Мы берем некоторый bounding box на экране, обводим им, не знаю, мячик, допустим, кто-то набивает мяч, и мы этот мяч обвели прямоугольником, нажали пробел, и у нас начинает играться видео, и происходит слежение за этим объектом. Если говорить о том, где это реализовано, камеры Insta360, допустим, я может даже не буду, как она выглядит. Типа вот этой камеры, они могут делать следующее. То есть она выдает панораму 360, и если мы в ней вводим объект, то она потом виртуальной камерой следит за этим объектом, который был обведен. Вот. Явное практическое применение вот этого алгоритма. Ну, не конкретно этого, а этой задачи. Значит, сама задача, нам нужно каким-то образом извлечь какие-то фичи, и потом с помощью этих фич нам нужно понять, куда перешел объект. Ну, один из них называется minshift. Вот он совсем просто, сам алгоритм начинается, то есть предполагается, что у нас перемещение среднего, то есть можно пользоваться перемещением среднего для того, чтобы инициализировать, то есть мы инициализируем некоторое решение, допустим, предыдущее положение, и потом мы считаем точки, которые у нас попадают в некоторую область, то есть задается радиус, мы считаем по этим точкам все inlier'ы, и считаем среднее значение inlier'ов, где они находятся. И после этого мы перемещаем наш вот этот вот объект, радиус, в то положение, в котором было среднее. Вот из-за нескольких итераций оно приходит к тому области, к той области, в которой у нас наибольшее число точек. Вот. Ну, и в случае, если мы работаем с картинками, и у нас есть две картинки, то мы можем, допустим, сделать классификацию пикселей на те, которые похожи на наш объект по каким-то фичам, в первую очередь цветовым, и те, которые не похожи. Получаем картинку. У нас есть некоторое распределение вероятности. И у нас есть пиксели, которые ярче всего светятся, которые больше всего похожи на те, которые нам нужны. Вот этот minshift, мы, допустим, инициализируем его в положении, в котором объект был раньше, а он за несколько итераций переползает в то положение, в котором объект находится сейчас. То есть получается поиск пространственный, и при этом с учетом цветовых фич. Вот. Ну, кроме того, фичи можно делать другие. То есть вероятность того, что точка принадлежит объект, ее можно оценивать с помощью большого числа разных вещей. Ну, естественно, самые лучшие алгоритмы трекинга сделаны тоже на нейронных сетях. Я думаю, Юра вам расскажет. Пример трекинга. Эта штуковинность была сделана в ITG. Здесь у нас комбинация как раз детекшена. То есть у нас есть некоторый темплейт. И на основании этого темплейта у нас есть детекция. При детекции мы получаем трехмерное положение объекта, вернее, гомографии объекта. Из гомографии объекта мы можем посчитать трехмерное его положение. На основании трехмерного положения мы можем агментировать туда трехмерную модель. И, кроме того, делается трекинг. То есть для того, чтобы эта штуковина работала более надежно при случае, если камера двигается быстро, есть какой-то блур, если камера находится далеко, и поэтому мы не можем задетектировать нормальные кейпоинты. Трекинг позволяет протащить объект еще чуть-чуть дальше. Вот еще примеры того, как это работало. Был сделан SDK, в котором можно было собирать вот эти трехмерные сценарии, как они будут отображаться на маркере. То есть у нас есть маркер, мы можем задать новый маркер, который мы хотим, чтобы был, и в этом маркере у нас будет потом отображаться тот контент, который мы задали через какой-то редактор. Пример редактора. Вот пример того, как это работает. Вот. То есть обмитирует какой-то контент, который мы захотели. Захотели 2D, захотели 3D, и так далее. При этом он следит за тем положением камеры, в котором находится. Далее. Возможно, вы сталкивались со стереокамерами. Стереокамеры, ну вот, пожалуйста, 1814 год, 74-й все-таки, извините, 1874 год стереоизображение. Получается, что штука, которая известна довольно-таки давно. Их было довольно много сделано. Они были сделаны в том числе и в Харькове в 1974-м. Были люди, которые делали их собственными руками, просто покупая два фотоаппарата, разрезая их ножовкой, и потом сращивая между собой так, чтобы получался один фотоаппарат, который одновременно снимает два кадра. И смысл этого в том, чтобы видеть объект потом глазами в стерео. Что это нам дает? Значит, для человека стерео – это классная штука, потому что он понимает намного больше о том, что видит перед собой, как раз за счет наличия двух глаз и того, что между этими глазами есть некоторое расстояние. Вот мы за счет этого можем понимать приблизительно расстояние до объекта. Можем видеть объекты там, допустим, если они находятся за листвой, мы можем все равно видеть объекты, даже представлять себе его очертания как раз за счет того, что видим двух разных точек. Кроме того, сейчас тоже делаются фотоаппараты, которые могут снимать в стерео. Пожалуйста, Fuji фотоаппарат. Вопрос в том, как этим пользоваться. Визуализация как в прошлом, так и сейчас, она сделана так, чтобы у нас каждый кадр шел на свой глаз. И мы потом с помощью мозга решали вот эту задачу определения дальности до объектов, чувствовать глубину сцены и так далее. Со временем это все развивалось. То есть, если сначала это были чисто механические, оптические штуковины, которые нужно было смотреть на голове, потом начали появляться какие-то очки. Эти очки у нас совершенно разных. То есть, вот это совсем простой метод. У нас есть просто две картинки, синяя и красная, и у нас есть два светофильтра, синий и красный, каждый из которых на свой глаз проецирует картинку. И у нас получается картинка, которую тяжело смотреть, потому что одна из них часть синяя, другая красная, и каким-то образом в этом там будет маячить стерео. Кроме того, есть технологии, которые намного лучше выглядят. Значит, для стереокинотеатров были придуманы Dolby 3D технология. Она сделана так, что у нас в очках ничего не меняется. У нас в каждом из набор очков есть свои светофильтры. И эти светофильтры имеют полосы пропускания в красном, зеленом и синем спектре, но которые друг от друга сдвинуты. И получается, что мы можем сгенерировать, то есть можем спроецировать картинку на экран так, чтобы в ней были одна картинка для одного глаза с одним значением положения этих фильтров, другая для другого класса с другим положением, которые между собой не пересекаются. И потом, одевая очки со светофильтрами на глаза, мы получаем нужную картинку на каждый глаз. Другой вариант – это использование циклической круговой поляризации. То есть у нас есть поляризованный свет, который падает на экран, и мы можем на один глаз получать вертикальную поляризацию, на другой – горизонтальную, или на один круговую в одну сторону, на другой круговую в другую сторону. И это нам будет давать возможность получить на каждый глаз независимую картинку. Более новые способы позволяют ставить на очках, допустим, приемник, который детектирует мерцание экрана и переключает глаз, то есть жидкокристаллический экранчик, который перекрывает глаз на тот момент, когда у нас переключается для другого глаза картинка. То есть мы на экран проецируем картинки по очереди и быстро-быстро переключаем глаза. Выключаем глаза. Значит, получается, что в очках нужно носить какую-то батарейку. Они становятся чуть более сложнее за счет того, что там какая-то электроника есть. Ну и, наконец, сейчас есть шлемы виртуальной реальности, которые просто внутри шлема рисуют картинку, которая предназначена для каждого глаза. Там у них есть еще система позиционирования, которая, ну, вот здесь, судя по всему, на камерах, вот камеры, которая позволяет нам еще и крутить головой и пересчитывать картинку, которая визуализируется в соответствии с тем, что мы видим. Теперь возникает вопрос. Хорошо, все стерео, классно, есть какое-то отображение, есть возможность посмотреть и пощупать, как бы почти это руками, понять, какая глубина. Что мы можем из этого получить с помощью алгоритмов? Есть какой-то толк или нет? Есть же, ну, потенциальная возможность взять, поставить две одинаковых камеры, которые смотрят в одну и ту же сторону. Что мы можем с этого понять? И для этого нам нужно решить задачу, которая связана с геометрией всего этого. Значит, у нас есть две точки, в которых у нас находятся камеры. И у нас есть плоскость изображения. это как бы пинхол, только перевернутый. Получается, что мы можем вот здесь вот нарисовать этот кадр, и у нас будет картинка перевернутая нарисована вот здесь. Я криво нарисовал, но, в общем, смысл вы понимаете. Или это можно нарисовать просто для простоты вот этой же штуковины, просто взять и проецировать не перевернутую вперед. То есть, получается, это как бы мы берем и смотрим сквозь нашу картинку, сквозь нашу матрицу на то, что на нее проецируется. И у нас есть некоторый объект. У нас есть две плоскости, на которых мы получаем изображение. И есть, собственно, плоскость, которая соединяет объект и наши точки центра камеры. Если мы в каждом из кадров нарисуем линии, которые будут лежать в этой плоскости, то эти линии называются эпиполярные линии. Точечки, которые на них лежат, это эпиполи. Вот эта база, это та линия, то есть, вектор, который смотрит от одной камеры к другой. Получается, как какой-то вектор трансляции. Ну и, наконец, x и x штрих это координаты точек, вернее, векторы, вот эти, которые смотрят на нашу цель. Для этих векторов можно записать простое не уравнение, простой взаимосвязь между ними. И потом этой простой взаимосвязью воспользоваться для того, чтобы получить информацию о том, как, собственно, они между собой связаны. Значит, какая есть особенность, что если у нас, допустим, точка видна из одной камеры, то мы не знаем, где конкретно на линии, на вот этой эпиполиарной линии, где конкретно может быть точка. Она может быть в любом месте. То есть, когда мы смотрим на точку здесь, вот на этом кадре, мы не знаем, где она на этом кадре. Но кое-что мы об этом знаем. Она лежит где-то на этой прямой. Она не может лежать где-то в другом месте. Для того, чтобы описать по точке на одном кадре, где находится эпиполярная линия на другом кадре, используется матрица, которая называется Essential Matrix. Здесь у нас есть X, это координата здесь. Essential Matrix это матрица, которая превращает, из этого X позволяет посчитать эпиполярную линию. Есть небольшое отличие. гомография у нас это полный пересчет из точки в точку, а Essential Matrix это возможность пересчитать из точки в линии. Кроме того, существует фундаментальная матрица. Отличие заключается в следующем, что если эпиполярная она работает в геометрии, когда мы считаем, что у нас фокусное расстояние равно ровно единице, это называется однородные координаты, то фундаментальная матрица учитывает то, что у нас кадры имеют какие-то свои системы координат. То есть фундаментальная матрица учитывает параметры еще и intrinsic. А так смысл у них одинаковый, почти одинаковый. Получается, фундаментальная матрица связывает пиксель с пикселем, а Essential связывает точку с точкой, но в каких-то пространных, в каких-то координатах, которые не привязаны к конкретным пикселям. фундаментальную матрицу можно пересчитать из essential матрицы, извините. Кроме того, Essential матрица считается на основании трансляции и R. Получается, если у нас есть RT, то мы можем посчитать Essential. Таким образом, у нас, если мы видим некий объект с двух сторон, мы можем взять и начертить вот такие линии, и эти линии будут связывать. То есть, вот эта точка, она превращается в линию предположений в этом кадре. И вот эта точка, допустим, она превращается в линию предположений на этом кадре. И это уже что-то. То есть, этим можно было бы попробовать воспользоваться. Что если сделать такого преобразования, которое делает все эпипополярные линии горизонтальными? Мало того, если они находятся, то есть, сделать так, чтобы они еще были на одинаковой высоте. То есть, что одна линия всегда продолжение ее же на другом кадре. Вот. Эта процедура называется стереоректификация. Смысл такой. Вот у нас есть два кадра, они видят какой-то объект. Эти кадры как-то вдруг относительно друга смещены. А нам нужно сделать так, чтобы один кадр был как бы продолжением второго. То есть, как бы одна большая плоскость, на которой мы получаем изображение, и у нас есть две точки, через которые эти изображения делаются. Нам нужно сделать репроекцию. Ну, я детали по этой репроекции сейчас не буду. У нас получается несколько решений, и из этих решений выбирается то, которое физично, то есть, то, в котором у нас все находится в одной плоскости. То есть, это то, куда у нас получается проекция, и точка, и проекция находятся все с одной стороны. Если вдруг что-то находится не с той стороны, то мы такое решение не игнорируем. На основании этого мы получаем такие кадры, в которых каждая точка, если она у нас есть на одном кадре, то она находится на точно такой же высоте, то есть, у нее Y будет точно такой же, и на втором кадре. И это нам дает шанс получить дальность объекта. Для этого нам нужно сделать просто поиск какой-то в соответствии по горизонтали. То есть, получается, что вместо того, чтобы делать прям полный поиск, или делать как оптика флоу, мы точно знаем, в каких координатах у нас нужно искать. Что искать нужно вот с данной точки и налево. И нигде больше искать не нужно. И для этого можно использовать разные корреляции, разные метрики, типа сумму разности или абсолютных разностей или в квадрате. И вот это называется блок-мэчинг. То есть, есть алгоритмы, которые решают эту задачу. Простой делается через корреляцию. Кроме того, существует метод, который называется semi-global matching. Смысл заключается в том, что мы можем нарисовать профиль того, насколько соответствует точка. Там, допустим, нам нужно делать минимизацию или максимизацию. Мы берем и вот этот профиль прописываем. Это для смещения в какую-то сторону и для конкретной точки. То есть, вот здесь вот у нас идет координата x, координата по изображению. x по изображению смещения. И у нас есть некий профиль. И вот это у нас координаты текущего изображения просто x, y. То есть, вот это, вот в этих координатах у нас просто лежит картинка. Значит, вот этот пиксель, вот эта точка, это для этой точки целый профиль нарисованный. Мы можем взять и получить профили для других точек. И у нас получается, что вот здесь вот лежат профили. Теперь это куб, в котором у нас, ну не куб, а параллелибиды, в котором у нас содержится информация, и мы можем попытаться эту информацию теперь как-то совместно учесть. Семи-глобал заключается в том, что теперь делается вот по вот этим координатам, по координатам изображения, делается усреднение. То есть, получается, что у нас на конкретный пиксель начинают влиять пиксели соседние. Вот это делается каким-то размытием типа гауссового. Вот. И, ну, радиус будет задавать, насколько мы чувствительны. То есть, мы, получается, сначала имели какие-то профили, просто простые профили, а теперь это становятся профили в каждой точке с учетом ее соседей. И теперь, если мы попытаемся начертить какую-то поверхность вот в этой плоскости, соединенную поверхность, то эта поверхность, это будет наш новый профиль параметра смещения, который нам нужно искать. Вот. С координатами тут довольно хитро. То есть, вот здесь вот это все так же смещение. То есть, это вот это дельта х, которое нам нужно найти. Вот это довольно быстрый и при этом довольно надежный алгоритм, потому что у него есть какое-то пространственное усреднение, смещение. Теперь, как это выглядит с точки зрения алгоритма? У нас есть какие-то точки. Эти точки пришли вот points. Это точки, в которых у нас есть какие-то матчи. то есть, мы взяли с помощью keypoints и их матчинга, нашли какие-то соответствия между точками и ими хотим воспользоваться. То есть, мы заматчили какое-то количество точек, находим фундаментальную матрицу. Вот у нас, пожалуйста, есть find fundamental mat, которая пересчитывает. Она работает. Ну, здесь фундаментальная матрица с помощью разака. Потом мы в них нашли те, которые являются inlier. Inlier, вот они, пожалуйста, здесь на выходе. После этого мы можем посчитать эпилинии. Эти эпилинии нам не сильно нужны, но мы можем их просто построить на картинке. То есть, есть специальные функции, которые позволят их нарисовать. В конце концов, мы можем запустить функцию, которая называется serial rectify uncalibrated. Она на вход получает фундаментальную матрицу, которая у нас была и точки, которые у нас были. То есть, входные параметры довольно простые. Что она дает нам на выходе? Оно на выходе дает две гомографии. Зачем нам нужны эти гомографии? Они нужны для того, чтобы теперь получить ректифицированное изображение. То есть, мы берем вот эти гомографии и их применяем к картинке. вот эти гомографии. Вот это еще дополнительная штуковина, которую сейчас объяснять не буду, просто или объясню. Для того, чтобы обе картинки были похожи на исходную аж первую картинку. То есть, мы еще применили обратное преобразование, чтобы взаимосвязь сохранить, но при этом воркнуть ее обратно. Что это нам дает? У нас вот в этих ректифицированных картинках теперь выполняется вот это условие, что если точка находится на двух картинках, то она находится на двух картинках на одной и той же высоте, кроме того, что у нас все эпилинии являются горизонтальными. Теперь мы можем попытаться измерить диспарити. Диспарити – это вот эта сдвижка между одним изображением и вторым. А диспарити мы можем использовать потом для того, чтобы посчитать дальность объекта. Если мы знаем расстояние между двумя камерами в тот момент, когда мы фотографировали, то там очень легко получить выражение, которое связывает фокусные расстояния, дальность между камерами и диспарити, которые мы наблюдаем. Теперь запускаются функции стерео, вернее, создаётся объект. StereoSGBM Что такое SGBM? Semi-Global-Block-Matching, тот самый, который я описывал. У него есть какие-то параметры, останавливаться на них не будем. И с чем оно работает? Оно получает на вход картинку ректифицированную одну, ректифицированную другую. И оно даёт нам вот здесь новую картинку. Эта картинка состоит из, грубо говоря, флотов, там она из интеджеров, но это тоже особенности просто того, как сделано. Будем считать, что флоты, которые говорят о том, насколько у нас смещён пиксель по отношению к другой картинке. Потом это пересчитывается в дальность. Ещё одна задача, которая очень интересна для компьютерного зрения, ну и вообще для людей, которые пользуются камерами, это 3D-матой, то есть получение какой-то 3D-карты пространства вокруг вас. И часто это делается с помощью каких-то сенсоров, которые, скажем, непростые. Допустим, вот Structured Light, то есть это сенсор, который выдаёт одновременно цвета и ещё и глубину. Time of Flight. У нас есть светодиоды, которые посылают импульс световой и матрица не просто принимает сигнал, она принимает сигнал, который содержит в себе время прихода того импульса, который мы послали. Получается, что, в общем, времена работы короткие, скорость света учитывается. И эти штуковины дают нам сразу же, то есть мы получили один кадр, этот кадр сразу же трёхмерный, то есть в нём есть глубина. Но это дорого. Может быть, мы хотим сделать что-нибудь, то есть может быть, мы можем сделать что-нибудь другое, может мы можем воспользоваться оптическими изображениями для того, чтобы получить 3D. И да, это возможно. Для этого есть, скажем так, один и тот же pipeline, которого придерживается много разных коммерческих и open-source проектов. Вот название этих проектов Bundler, Callmap, TEA, MVG, MVS, VisualSFM, MeshLab и MV, PlusMVS. Общая идея каждый раз. Сначала находятся keypoints и они матчатся. Матчатся между всеми изображениями, насколько это возможно. Матчатся, но с помощью дескрипторов. Чаще всего используются самые лучшие, которые можно достать, так, чтобы при этом не попасть на патенты. на основании этих точек у нас получается какое-то предварительное 3D. В этом 3D у нас уже есть положение всех камер. То есть за эти точки мы можем схватиться и поместить камеры, поместить точки, то есть 6-DOF, 6 степеней свободы камеры, трансляция и вращение. И таким образом у нас получается, что мы уже знаем, откуда камера смотрит на данный объект. И это является важной информацией. Как это получается? У нас есть какое-то количество матчей. Мы можем написать очень много систему, то есть мы можем систему большого количества уровней написать. И чего эти уравнения касаются? В них параметрами оптимизации являются трехмерные точки каждой точке. То есть каждый матч ему нужно попытаться предположить, что у него есть трехмерные координаты. Кроме того, трехмерные координаты камер. Кроме того, distortion коэффициенты камеры. Трехмерные, шестимерные, получается, со всеми вращениями. Это все выливается в такую огромную систему уравнений, которую оптимизатор долго-долго решает. То есть крутится ручка и оптимизатор что-то там оптимизирует, улучшает, улучшает до тех пор, пока она не сходится. Целевая функция при этом это reprojection error. То есть у нас есть предположение, у нас есть некий матч между двумя камерами. То есть мы нашли одну и ту же точку в двух разных камерах в двух разных ракурсах. Мы верим, что это одна и та же точка. если у нас наша модель описывает модель, которая включает в себя трехмерные координаты точки, трехмерные координаты камеры, вращение камеры и параметры камеры с distortion коэффициентами и фокусными расстояниями, если все это приводит к тому, что у нас точка проецируется в то же самое место, где у нас собственно находится фактический матч, то это значит хорошо. Если не очень хорошо, то надо еще работать. И получается, что вот так оно работает. естественно, оно должно со временем выкидывать аутлайеры. То есть, если у нас есть неправильный матчинг точек, то эти точки должны автоматически удаляться из рассмотрения и больше не мешать. Это первая стадия. На первой стадии мы получили положение камер и некоторые предварительные трехмерные точки. Потом берутся трехмерные положения камер в этом мире, берутся точки и относительно этих точек еще дополнительные новые точки генерируются. То есть, у нас теперь есть упрощение задачей, и поэтому за счет этого упрощения мы можем нагенерировать еще дополнительных точек в окрестности тех, которые уже были найдены. Упрощение это то, что мы знаем положение камер и знаем положение точек. За счет этого у нас получается генсифицированное облако точек. Этим точкам уже можно присвоить какие-то средние цвета. У нас получается картинка, состоящая из точек, которая уже имеет цвет. после этого можно вписать в полученные точки, то есть, у нас есть огромное облако точек, миллионы точек, и мы можем в это облако точек попытаться вписать какой-то mesh. То есть, теперь нам нужно сделать треугольники, которые будут наиболее точно описывать полученные точки, и при этом это будет наиболее дешевым способом. Дешевым в смысле количества треугольников, которыми мы это делаем. И таким образом у нас получается новая модель, она уже содержит какие-то фейсы, какие-то треугольники, и на этих фейсах мы можем спроецировать какую-то текстуру. Вот примеры точек. Это точки, которые заматчены. То есть, у нас есть несколько разных взглядов на один и тот же объект, и есть матчи между ними, матчи, как мы получали для стерео, как можно было получать для того, чтобы сделать детекцию планарного маркера. Но только здесь это все непланарно, здесь все сложнее. Получается, что связи, которые описывают эти точки между собой, они более сложны. Ну да, это описание банного аджастмента. Пример того, как получается спарс редкая ладно, спарс point cloud и dense point cloud разрежен разрежен спасибо и финальной модели и вот как эта модель выглядит, если ее крутить. На этом все. Пожалуйста, почитайте перед следующей лекцией вот эти материалы. Мы о них предупреждали, но пожалуйста, не забудьте. и на этом вроде бы все. Есть ли вопросы? Да, Паш, спасибо большое. Вопросы по ходу дела были, сейчас мы будем в них разбираться. Частично это были комментарии, которые я пропущу. Значит, первый вопрос. Можем ли мы сравнивать Surf, Shift и Fast для сравнения лиц? Насколько хорошо это будет работать? Для сравнения лиц? Я никогда не сталкивался с использованием Surf, Shift и так далее для сравнения лиц. Мне кажется, что они не очень хороши для этой задачи, потому что смысл Keypoint Descriptor заключается в том, что они описывают некоторую окрестность точки, и эта точка должна быть яркой. Значит, нам на лице нужно найти какие-то точки, которые отличаются от других. И при этом их окрестность должна оставаться такой же. И вот это является условием, которое тяжело выполнено. То есть, какие точки у нас на лице повторяются, которые заметны. Это могут быть ресницы, уголки глаз, уголки губ, нос. Да, их можно задетектить, но будут ли они при этом сохранять свою скажем так, внешность, даже не внешность, будет ли их окрестность сохраняться при этом. Если я моргаю глазами, то у меня ресницы меняются сильно. Если я на фотографии в другой раз, то есть у меня брови могут быть немного по-другому. То есть они чуть-чуть лохматые, и просто по-другому лежат, и все. Кроме того, губы у меня постоянно двигаются. Нос меняется в зависимости от того, как я поверну голову. Получается, что с точки зрения сравнения двух лиц кип-поинты являются очень слабыми инструментами, и нужно искать какие-то другие. И я уж не говорю о таких вещах, которые на лице исчезают и появляются, как макияж, в общем, много разных вещей может появляться и исчезать, да. Спасибо, Паша. Можно ли матрицу 3 на 3 умножать на матрицу 4 на 4? Можно, но только осторожно. Нужно игнорировать часть матрицы. В данном случае это опять упрощение, то есть укороченная запись, в которой игнорируется часть. То есть, получается, нам нужно было бы взять из матрицы 4 на 4, из результата, вернее, если мы умножили, у нас есть вектор, мы умножили на матрицу, получили новый вектор на 4, и у нас есть в нем в конце единица. И эта единица, она нам нужна просто для того, чтобы, для удобства, чтобы не нужно было записывать слишком много. Потому что, значит, трансляцию пришлось бы записывать отдельно. вот эта единица игнорируется, у нас остается вектор 3, и этот вектор умножается на следующую матрицу. Там, кстати, опять у нас остается единица, и мы опять ее игнорируем. У нас, получается, две координаты в конце нужно, а третья единица, которая нам опять не нужна. Спасибо. В общем, и да, и нет. Так, следующий вопрос. Какие еще есть библиотеки для template-мечинга Крим OpenCV? Можливо, такие, что базуются на нейронных мережах? Это нужно гуглить, я сейчас не скажу. Наверняка, эта задача решается с помощью нейронных сетей. То есть, я думаю, что neural network template-мечинг вам даст самый лучший результат. Задача, на самом деле, то, что связано с трехмеркой, еще недавно считалось недостижимым для нейронных сетей, но сейчас они уже начинают забираться прямо в самые, допустим, SFM, они тоже уже умеют как-то. Так что, я думаю, что эту задачу они тоже могут сделать. Я сталкивался с камеропозой, которая не template-based, то есть, для уже трехмерных объектов, камеропоза, которая описывает перемещение камеры с одного положения на другое, относительно трехмерного объекта. То есть, что-то такое существует. Спасибо. Еще был вопрос, в каком редакторе можно создать, построить акулу и голубя. Там было предположение, что это, например, Blender, 3D-редактор. Если хочешь как-то прокомментировать, то пожалуйста. Я думаю, что да, это вот Blender, 3D-MAX, что-то еще. Скорее всего, вот то решение, о котором шла речь в презентации, туда уже готовая модель отправляется. То есть, для нее формат записи просто задан, что она должна быть вот именно в таком формате. И она просто туда записывается. Откуда вы ее возьмете, ваша задача. Спасибо большое. Вопрос к второму таску. Запитание, что до таск 2. Частина CNN. Оскільки зображения мают різную размерность, необходимо делать кроп с порушением aspect ratio або с падением. Яки плюсы и минусы от этого и есть другие подходы? Если я помню, задача связана с картинками. Если вы делаете просто кроп, то вы теряете часть изображения. Иногда она важная. С цветами, я думаю, что как раз кроп будет какие-то бока изображения, на которых не так все важно. Чаще всего цветы фотографируют так, чтобы они были центрированы. То есть, кроп выглядит как более-менее неплохое решение. В случае, если вы делаете resize, просто scaling в принципе не страшно. Ну, то есть, если вы уменьшаете картинку, у вас просто часть информации теряется. Причем, часть информации центральной тоже. Если вы делаете scaling так, чтобы у вас не сохранялся aspect ratio, то у вас могут меняться соотношения параметров, соотношения размеров. И для некоторых датасетов это может быть критичным. То есть, зависит от того, что вы ищите. Для цветов в принципе aspect ratio не кажется прям, ну, если он не меняется там в три раза, не кажется таким критичным. Есть задачи, в которых это может оказаться критичным. То есть, те же самые распознавания лиц, если вы будете лицо расширять и сужать в случайном порядке, независим вообще от ничего, кроме того, как был снят кадр, то это плохо. Спасибо. А так, можете экспериментировать. Я думаю, перформанс на датасете, то есть, если вы для себя какую-то метрику выберете, он будет для вас как раз говорящим параметром. Вы можете натренировать с одним, с другим, с третьим вариантом, с третьим предположением, посмотреть, какой из них будет и все. Спасибо. И здесь есть комментарии, вижу, от Юры, нашего второго лектора, который как раз будет MLDL часть читать. Юра думает, что в рамках того датасета все эти подходы дадут плюс-минус однаковые результаты, враховывая, что это задача классификации и не сильно залежна от геометрии. Вот так что, вот такой дополнительный ответ. Есть еще у нас один вопрос. OpenCV вильно застосовывается в коммерциальных продуктах. Как с точки зору лицензии, так и с точки зору практичности. Чи он больше для тренувания, а в производстве какие-то специализированные решения? Ну, то есть, иными словами используется ли OpenCV непосредственно в коммерческих продуктах? Используется вполне даже. Это довольно мощный инструмент. Его сложно, руками собирая что-нибудь другое, его сложно переплюнуть в плане эффективности. Кроме того, над библиотекой уже довольно давно работают и много ошибок уже исправлены. Спасибо. Больше я вопросов в чате не вижу. Если они еще есть, то давайте еще есть последние несколько минут, чтобы это сделать. А так, пока мы ждем вопросов, напомню, что следующая наша встреча опять же в четверг в 4 часа. Спасибо, Паша. У нас уже есть, как вы видели, запланированные видео в канале. Я сегодня прям подготовленная. Я сделала кнопочку под настоящий блогер. У нас теперь можно, значит, subscribe, лайк, подписка, колокольчик. Что еще напомнить? Я пришлю вам все перечисленные документы, которые нужно прочитать в следующем разу, если вы это еще не сделали. И опять же напоминаю про оставшиеся домашние задания. Дедлайн для них это еще 2 недели. Это последнее наше занятие. Там есть бонусные домашки, кому не хватает чем заняться и кому кажется слишком легким. То, что мы предлагаем, в общем, можете попробовать себя в них. Это точно будет бонусом, если вы будете пытаться попасть в нам в трейдинг программу. Так, появился вопрос. Чы будем разглядаты ганы в частыне курсу по Диэль? Насколько я знаю, да. По крайней мере, в полной версии курса они точно были. Я думаю, что как-то Юра их коснется. Так, спасибо. И еще вопрос где можно искать материалы и как читать статьи, чтобы понимать. Первый ответ это читать их на английском и сначала понять английский, а потом двигаться к тому, что может дальше продолжить Паша. очень сложно статьи, чтобы понимать. Дело в том, что некоторые статьи написаны так, что их полноценное понятие невозможно. То есть, повторить за некоторыми авторами код нет никакой возможности. И это выглядит то ли как запутывание следов, то ли как умышленное умалчивание важных подробностей. То есть, при первом прочтении что-то может выглядеть вполне даже логично и разумно. А потом, если пытаетесь повторить, то можно не работать. С другой стороны, если ради идей, то читать внимательно один раз, второй раз, третий раз, пока не поймете. Я другого не могу придумать. Если какие-то термины непонятны, то тогда искать эти термины. Если непонятны какие-то особенности алгоритма, то пытаться найти или по кивердам, или по вложенным алгоритмам, или по тем ссылкам, на которые ссылается автор. Хороший автор по идее должен сослаться на те вещи, которые описаны ранее кем-то. Больше ничего придумать не могу. Спасибо, Паша. Я вот добавила сейчас ссылку. Мы как раз на такие вопросы часто отвечаем и на каком-то этапе собрали подборку всего полезного, что нужно начинающему компьютер-вижн инженеру. Там есть ресурсы и книги, и блоги, и YouTube-лекции, которые связаны и с классикой, и с имидж-процессингом, MLDL, в общем, можете посмотреть, там, я думаю, что что-то полезное найдется. Спасибо. Так, и еще вопрос появился, существенно ли, вот тут, наверное, нужно немножко уточнение, существенно ли делать таски и в PyTorch, и Keras? Слово существенно тут меня смущает, ну, важно ли, я не знаю, то есть нужно ли делать и там и в том, и в том. Если я помню правильно, Юра писал, что если хочется прям хорошо, то сделать и в том, и в другом. Является ли это прям супер важным? Ну, все домашние задания вы делаете для себя. И степень важности вы можете для себя тоже оценить. То есть если вам по каким-то причинам не нравится TensorFlow, я вас очень понимаю. Есть ли ссылки на литературу по OpenCV для новичков? Насколько я знаю, есть много туториалов по OpenCV, которые просто гуглятся очень легко. Я думаю, что это Google поможет найти. И help еще. Так, ну, похоже, что с вопросами мы тоже закончили. Если что, да, если что, присылайте вопросы в наш Telegram-чат, там лекторы есть, мы есть, мы это все видим и, в общем, готовы отвечать, продолжать диалог там. На этом спасибо всем и до встречи в следующий четверг. Спасибо. Спасибо, удачи.